Мир вам, Божьи, братья и сёстры! И все друзья, кто посидел в Дом молитвы, я думаю, что каждое сердце с благодарностью ныне стоит пред Лицом Божьим, потому что мы сюда приходим пред Лицом Божьим, друзья мои, пережить присутствие Господа Бога. И когда закончится собрание, чтобы наше сердце было наполнено, и мы поняли, что к нам говорил Господь, знаете, не всегда мы это переживаем, не всегда это как-то в нашей практике бывает христианское, иногда мы говорим, ну, собрание было так себе, а в другой раз было собрание получше, и вот мы оцениваем. Вы знаете, что необходимо, чтобы услышать голос Божий? Потому что Бог будет говорить на этом месте, даже через самого немощного. И если это звучит слово Господне, то это слово от Бога, но через человека. Великий пророк, великий апостол Иоанн, будучи в ссылке на острове Патмос за Слово Божье, помните, что там написано было? Я был в духе, в день Господень, ну, в другом месте, в день воскресенье написано. И слышал позади себя громкий голос, как бы водопад какой-то там. Я думаю, Господи, как же нам услышать это? Что нам необходимо, в каком мы состоянии должны быть сегодня, чтобы мы услышали его голос? Брат и сестра, и дорогой друг, можешь абсолютно не сомневаться, Бог желает говорить к сердцу твоему. Но что для этого надо? Я был в духе в день Господень. Боже, как это? Как это быть в духе, Господи? Мы же в теле сидим со своими заботами, Господи, со своей жизнью, со своими немощами, переживаниями, волнениями. Мы сейчас молились об этом. Трудности, стеснения идут, Господи. Можно. Оказывается, можно, друзья мои. И даже среди всей этой обстановки можно войти в присутствие Господа Бога, слышать его в духе, Господи. Не в теле своем, Господи. Помоги нам, Господь. Так, Господь и Бог мой, пребывать в духе, чтобы забыть, что мы в теле находимся, Господь. А в твоем мире, в Божьем мире, который Бог собрал народ свой, как птиц и птенцов, под крылья свои, в безопасности душа твоя, чтобы говорить тебе, Господь. Он желает это делать, друзья мои. Ну, наблюдайте, как вы слушаете. Помните, где Господь говорил? Будьте внимательны, как вы слушаете. Можно по-разному слушать, друзья мои. По-разному можно слушать. Но если Господь Бог говорит через свое слово, то открывай сердце свое. Заостри разум свой, внимание свое. Что же Он хочет сказать нам в этот день? Господи, через то, что сегодня уже пели, и через то, что уже сегодня говорилось. Это Господь нам таким образом напоминает, друзья мои. И Господь ведет нас, ведет нас к совершенному пониманию и разумению Его воли. В то небесное Царство, Господи, наш путь. И мы верим в это. Друзья, у кого есть Евангелие, Библии, открывайте. Открывайте второе послание Коринфянам. И мы с Божьей помощью почитаем Слово Божье. И даст Господь поразмышляем. Господи, что Ты хочешь нам сказать через свое слово? Второе послание Коринфянам, третья глава, 17 и 18 стихи. Господь есть Дух. А где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Боже, какое великое Ты совершаешь в нашей жизни! Ты желаешь нас преображать, Господь! Потому что мы непривлекательны были в духовном мире, друзья мои. Жили, как и все люди, безбожно. В умроченном разуме, Господи, поступки наши были некрасивые. А ныне, Господи, Ты открылся для нас и желаешь нас преображать, в свой образ преображать. Освобождать нас, Господи, от власти тленной греховной природы, друзья мои. Вы знаете, есть такое понятие у людей – свобода. Это когда ты можешь делать, что хочешь. Вот что тебе за благорассудится, вот это свобода подлинная у людей сегодня. Так люди понимают. И без Бога они делают, что хотят, без берегов, друзья мои, без ограничений. Так греховная природа и так лукавый князь этого мира заинтересован в том, чтобы люди были развязаны, во всех отношениях развязаны, друзья мои, в моральных, в нравственных, этических вопросах, Господи, полная развязанность. Нет ограничений абсолютно. Вы замечаете, что сегодня мир таким образом направляет жизнь людей? Нету никаких ограничений. Господи, неужели это и есть свобода? Это величайшее рабство, друзья мои, которое ведет в погибель от Бога. Все, что направлено от Бога, оно связано в руках лукавого, обманутые люди. Они не свободны. Они свободны, но они свободны от праведности, от святости, от чистоты. Да, действительно, у них этого нет. А нас, Господь и Бог, мы, как детей Божьих, как народ Божий, Господь призвал в свою свободу, в свою истину, в свою жизнь. И мы должны сегодня понять, насколько же превосходнее, когда человек находится на этом пути, пути свободы Божьей. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Слово Господне, еще Иисус Христос обратился к народу своему, говорит, познаете истину, и истина сделает вас свободны. Божья свободная душа, она способна подниматься, Господи Иисус, высоко, как птица. Есть птицы, которые в клетках сидят, друзья, их хорошо кормят, между прочим, неплохо кормят, но они связаны. Они не имеют возможности подняться и парить, Господь. Они не имеют возможности, чтобы теплото ветра этого поднимало их выше и выше. Они не знают, что такое полет. Что такое полет души, друзья мои, полет духа. Давайте будем откровенны перед Богом. Давайте каждый себя проверит. Как часто, Господи, я парю, Господь, и Бог мой, и поднимаюсь в духе, Господь. Как часто, Господи, Ты поднимаешь меня на потоках этих теплого ветра, Господь, и поднимаешь ввысь душу мою, чтобы я оставил все эти земные проблемы. Я абсолютно убежден, что Господь хочет и в этот час, и в это время поднять нас, Господь. Чтобы окрылить нас, Господи, чтобы вдохновить нас, Господь. Чтобы мы оторвались от этой земли, Господи, чтобы мы научились уже ценить вот то Божье состояние, когда сам Господь, Твой дух, поднимает и поддерживает Тебя. И паришь, Господь, о Боже Небесный, помоги нам, Господи, обрести эту свободу в Тебе, Господь. Я хочу остановиться на нескольких мыслях. Я когда-то говорил эту проповедь, но я решил ее сегодня для себя еще раз утвердить и хочу и вам предложить. А где дух свободен? Где его искать? Потому что написано, где дух Господен, там и свобода. Господи, а где он? Куда нам поехать? Куда нам пойти? Может быть, где-то есть собрание, действительно, там, где есть вдохновение. Но ты можешь прийти туда и не пережить этого, то, что Господь желает. Дух Божий – это тот вдохновитель, через которого Бог переносил Слово Свое для людей, которые были наполнены Духом Господним и были способны принять истину Господню. И они записали страницы из Библии, друзья мои. Вот эта книга написана людьми. Ее люди писали. Но они были вдохновенны Духом Господним. Бог говорил через Дух Святой этим людям. И я думаю, Господи, Ты – ты автор, Господь. Ты – автор, Господь, этих слов. Ты надыхал, Господь, этих людей, потому что написано, Вы имеете, Господь. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никто пророчества не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Друзья мои, Дух Святой – это тот предверник, который открывает дверь, чтобы ты вошел в атмосферу, в сферу Писания и Слова Господнего. Боже! Только ты можешь открыть и снять, Господи, эту пелену с наших глаз, Духом Святым, чтобы Слово Твое, оно воссияло, Господи, для нас, чтобы оно касалось моего сердца, Господи, и всякий мрак, Господи, и всякие переживания, Господи Иисус, и всякие стеснения внутри. Ты, Господи, желаешь просветить нас Словом Твоим, и это совершает Дух Господень, друзья мои. Я думаю, Господи, дай нам это понимание. Когда мы открываем страницы Писаний, то мы разумеем, Господи, что Ты говоришь ко мне через Слово Своё. И Дух Святой, Господи, Он открывает мне значение Твоих слов. И это намерение Божье, друзья мои. Я вам правду скажу, что мы не всегда приходим в это состояние. Да, иногда прочитали что-то там как-то, подумали что-то вроде бы, но это не то, что Бог определил. Бог определил, что это должно быть самым главным в нашей жизни Слово Твое, Господь. И больше всего времени, Господи, мы должны посвятить именно этому. Я не говорю, чтобы мы целый день за Писанием сидели, друзья мои. И у кого есть возможность, то это слава Богу. Но если вы работаете, трудите, семьи, дети, всё, а ты возьми это Слово в сердце своё, и Дух Божий тебе начнёт открывать за целый день значение этого Слова. И ты поймёшь, какую ценность ты приобрёл в сердце своём. И твоя душа начинает преображаться, по-другому мыслить она начинает, по-другому ты чувствуешь, для тебя открывается более духовный мир. И это делает Дух Святой, друзья мои. Он обязательно будет наполнять тебя словами Иисуса Христа. Ты будешь прославлять Иисуса Господа через то, что тебе Дух Святой открыл. Ты будешь поклоняться Ему в Духе Божьем. Друзья мои, Бог ожидает этого от каждого из нас, чтобы мы пересмотрели наше отношение к Слову Господнему. Второе место, которое я хочу отметить. Где же Он, Дух Святой? Где Дух Святой, там свобода. Хотя и по первому положению, друзья мои, мы понимаем, Господи, что в этом преображении, в этом откровении неба мы освобождаемся от власти тьмы и от власти нашей греховной природы. Идет освобождение. Для человека открываются двери Божьи, и человек входит вот в этот мир Божий, оставляя сзади себя ту прежнюю жизнь. Второй момент очень ценный. Друзья, ничего нового. Я просто хочу для себя еще и для вас напомнить, Господи, насколько важно и насколько ценно Ты предопределил для нас. 1 Коринфянам 1 глава 9 стих, благословенные слова, которые апостол Павел передал Коринфянам. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Я себе должен определение сделать, Божье определение, которое Бог определил для человека Божьего. Если мы дети Божьи, так у Бога есть определение по отношению к нам. Он определил, что нам надо. И Он определил, что твоя душа, твоя жизнь, она непременно должна быть в общении с Иисусом Христом. Но мы иногда говорим в общении с Духом Святым. Друзья мои, тут немножко-немножко надо корректировать. Немножко корректировать, потому что написано, и помните, апостол Павел говорит, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа Святого с нами. Вот что очень важно, что Дух Святой, Он желает иметь общение с нами. И если Дух Святой будет иметь общение с нами, то тогда наше общение будет обращено к Иисусу Христу в Духе. Вот это то, что Бог ожидает сегодня от детей Божьих. Он там, в твоей комнате, когда ты склоняешься на коленке перед Богом, когда открываешь сердце свое перед Богом, когда Слово тебе было открыто, потому что ты читал Слово, уразумел это Слово, Бог дал тебе это богатство, ты теперь понимаешь, за что Бога благодаришь, ты понимаешь, что Бог сделал в Иисусе Христе в твоей жизни, и твоя душа с благодарностью приходит в присутствие Господа Бога, будучи движима Духом Святым, друзья мои. И когда Дух Святой наполняет сердце твое, ты открываешь уста свои и начинаешь благодарить Господа Бога в Иисусе Христе. Это прекрасное состояние, друзья мои. И Дух Божий будет наполнять обязательно душу твою. Он будет укреплять тебя, поддерживать, очищать тебя. Он давать будет силы тебе, вдохновение тебе, там, в молитве, в комнате, в этой, чтобы оно не превратилось у нас в формальность какую-то, друзья мои. Потому что я это тоже замечаю в себе, бывает такое, Господи, что формальная молитва, помолился, все, потому что надо помолиться и бежать куда-то, что-то делать, много работы. Это не то. Это не то, абсолютно не то. Господь хочет, чтобы мы действительно все сердце и всю душу отдали Ему в этой молитве, чтобы это было действительно вдохновение, сокрушение, благодарность, поклонение Богу в этой молитве. Бог ожидает, друзья мои, Бог ожидает от церкви, что даже в воскресный день будет эта молитва для Него, потому что Он достоин этой славы. И чем больше наша душа наклонена к Слову Господнему, тем ярче будет наша молитва к Господу Богу. Она не будет притухшая, друзья, она не будет формальная. Там душа будет выходить у тебя к Господу Богу, туда летать и парить ее. Друзья, мы забыли это. Мы это забыли, а тут оно было. Оно было тут это, когда огонь горел, когда моментально духовное пение, все начали петь в духе, начали петь в духе, как под режиссуру какую-то, и сразу же потом и прекратилось это все. Это Бог делал, и Он хочет это делать и сегодня в нас, в этой церкви, потому что эта церковь, это Его народ, это Его церковь. Он определил здесь, и мы должны отдать Ему всю прерогативу Господу в служении нашим, Господь. Совершай, Господи, а наше сердце будет обращено к Тебе. Когда? Когда мы будем в слове, когда мы будем в молитве, друзья мои. Пускай эти два момента останутся, хотя их есть еще больше, но я думаю, что хотя бы эти два, Господи, чтобы нам пересмотреть в нашей жизни, Господь. Не могу воздержаться это место, зачитать Деяния апостолов, девятнадцатая глава, друзья мои. Для себя я его отметил, девятнадцатая глава. Во время пребывания полоса в Коринфе Павел прошед верхние страны, прибыл в Эфес, и нашед там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Вопрос. Сегодня Господь, Бог задает тебе и каждому из нас сегодня вопрос. Принял ли ты Духа Святого, уверовавши? Потому что без Него ничего не произойдет, друзья мои. Это мертвая религия будет. Если не будет присутствия Господа Бога в нашей жизни, в нашем духе, кто будет животворить тебя? Кто будет открывать тебя? Кто будет сокрушать сердце твое? Кто будет наполнять силою твоей? Приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? А мы даже и не слыхали, если Дух Святой, они отвечают. Он сказал им, а во что же вы крестились? Они отвечали, во Иваново крещение. Ну, все крестились Иваново крещение, да и мы туда пошли, и мы видели, что это сила была, что это Бог через него говорил. Но была ли это истина в окончательном состоянии? Конечно же, нет. И мы понимаем это. И как многие сегодня говорят, ну, я не могу поменять веру свою. Какую свою веру? А эти люди абсолютно познали истину и отвергли то, что оставили то, что было в начальной стадии. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа Иисуса. Открыл им истину. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый. И они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Вот так Дух Святой совершал работу, друзья мои. До сегодняшнего дня Бог совершает эту работу в каждом человеке, который раскрыл сердце свое для Него. Вопрос остается открытым для каждого из нас. Насколько, Господи, Дух Святой живет во мне? Принял ли я Твой Дух Святой в свою жизнь, Господь? Являюсь ли я храмом сегодня Духа Святого, Господи, Твоим храмом, присутствием Твоим? Горит ли во мне, Господи Иисус, то служение жертвенности, Господь, те светильники, Господи, то служение, которое было в храме, в Соломоновом храме, в Моисеевом храме, когда было построено, оно сегодня должно перейти в сердце Твое и Мое, друзья мои. И Господь говорит, что это будет слава этого храма, она намного выше, нежели то золотое. Так Бог оценивает Твою и Мою душу, друзья мои. Поэтому, Боже праведный, святой и истинный, касайся нашего сердца, открывай нам Твою истину, Господь, чтобы мы воспылали ревностью к Тебе, Господь, и воззвали к Тебе, Богу живому. Пусть имя Господне будет прославлено и возвеличено. Аминь. Друзья мои, давайте мы поблагодарим Господа. Открывайте свои сердца перед Господом. Призывайте имя Божье с благодарностью.